Теория хаоса и эффект бабочки. С чего стоит начать данную тему? Был такой ученый Эдвард Лоренц, годы жизни 917-2008, то есть умер относительно недавно, и он занимался моделированием атмосферы, ну то есть пытался заниматься прогнозированием погоды, климатических условий и так далее. Ну если кто-то хоть немножко знаком с этой темой, то на самом деле эта задача очень и очень сложная. Ну то есть если даже вы будете смотреть прогноз погоды, точно вам никто никакого прогноза не даст. Прогнозы будут, ну поскольку постольку, там в среднем, скажем, в среднем выпадет столько-то там количества осадков, там в среднем будет такая-то температура по региону и так далее и тому подобное. Точного предсказания вам никто не даст. Это очень сложная вычислительная задача и дело даже не в том, чтобы вычислительных мощностей не хватает, а дело в подходе. То есть как именно подходить к этой проблеме. Но об этом я чуть позже еще скажу. Ну значит Эдвард Лоренц занимался этой задачей и математическую модель, которая общепризнанна в данной тематике, это очень сложная система дифференциальных уравнений под названием система уравнений Навье-Стокса. Об этом я тоже чуть-чуть позже скажу. Эдвард Лоренц, он пытался численно решать данную систему, то есть приближенно. И в общем он упростил систему до такой степени, что ему нужно было всего лишь вычислять три значения, три функции, это x, y, z. Ну то есть просто представим некоторую игрушечную модель прогноза погоды, где вот собственно эти три функции задают все условия погоды. Естественно эти функции нужно вычислять в зависимости от времени. То есть это функции от времени t. Нужно сказать, что еще в те времена не было таких достаточно сильных компьютеров вычислительных, как сейчас, но тем не менее какие-то вычисления уже можно было производить численно. И вот значит он начал решать эту задачу. И вот на верхнем графике вы можете увидеть оригинальный эксперимент Эдварда Лоренца. Значит он считал задачу с некоторого момента времени t0. Ну и собственно представим, что вот эта вот линия, скажем, x от t, да, вот эта вот двумерная линия, то есть она показывает изменение величины x с течением времени t. На каком-то моменте вычислений он решил прервать, то есть вычисление просто там отлучиться ненадолго, а затем пришел и решил продолжить вычисление с этого момента. То есть он просто записал эти данные какие-то там, ну скажем, момент времени t1 и решил с этого, который ему показала программа, и решил потом с этого момента продолжить вычисление. И он обнаружил, что вот эта линия решения x от t, она в какой-то момент начинает очень сильно отклоняться в сторону. Ну вот вы можете увидеть, например, первый запуск программы, это сплошная линия, а потом повторный запуск, это пунктирная линия. И вот, например, по оси абсцисс до значения примерно t равно 40 можно увидеть, что эти линии, они сливаются. То есть не видно, где пунктир, а где сплошная. А вот примерно с момента времени t равно 40 линии уже начинают чуть-чуть отличаться. А к концу эксперимента при t равно 60 уже видно, что эти линии абсолютно разные, то есть у них нет ничего схожего. И первое, о чем подумал Лоренц, он подумал, что либо ошибка в коде, то есть он неправильно написал программу. После того, как тщательно перепроверил, то начал думать, что ошибки в железе. Ну, поскольку, как я уже сказал, в те времена еще не было таких хороших вычислительных устройств, как сейчас. Поэтому ошибку нужно было искать везде. Ну и, собственно, вот внизу тоже показан тот же самый эксперимент. То есть когда линии сначала сливаются, а потом в какой-то момент времени они начинают абсолютно расходиться. Так вот, в чем оказалась на самом деле причина? Причина оказалась в том, что показания, которые снимал Лоренц в какой-то момент времени t0, они были недостаточно точны. Ну, поскольку тут как бы два вопроса встает. Первый вопрос – это вопрос об измерении вот этих показаний. Мы не можем точно взять и измерить какую-то величину с бесконечной точностью. А второй вопрос – это округление машины. То есть вычислительные машины, они тоже все эти вычисления проделывают с некоторой точностью, округляют. Там, я не знаю, до 30-го знака, после 50-го, но все же. Так вот, оказалось, что даже такой точности недостаточно, чтобы воспроизвести один и тот же эксперимент. И до сих пор, до того момента, точнее, математики с таким не сталкивались. То есть, если есть какая-то математическая модель, то можно сколь угодно прогонять эту математическую модель, воспроизводить вычисления, и вы всегда будете получать один и тот же результат. Собственно, для этого и нужна программа. Собственно, вот с этого момента, если я не ошибаюсь, вот этот термин «эффект бабочки» начал использоваться. Его придумал как раз-таки Эдвард Лоуренс, чтобы описать вот это поведение системы, атмосферы, которая очень чувствительна к начальным условиям. То есть, вот в смысле математики теорию хаоса или хаотическое поведение следует понимать как некоторую существенную зависимость от начальных условий системы. А если мы хотя бы чуть-чуть начинаем отклоняться от начальных условий, то есть наше измерение с какой-то точностью, то в какой-то момент времени мы уже получим абсолютно другой результат. То есть, это говорит о том, что мы не можем прогнозировать на сколько-то, скажем, дней вперед тот же самый прогноз погоды и так далее. Если система, она сложна. Ну и здесь, собственно, приведены, как сказать, некоторые аллегории, что вот он говорил, что взмах крыльев бабочки в Айове может вызвать торнадо в Индонезии. Ну вот, собственно, он это и называет эффектом бабочки. И сразу же хочу сказать, что, надеюсь, это вам уже стало понятно, что это не нужно понимать в буквальном смысле. Бабочек бояться не стоит. Они никакой опасности особо не несут. Это нужно понимать в том смысле, что если мы в жизни какие-то малейшие изменения, предпринимаем решения, то в дальнейшем, в будущем, через сколько-то лет, это может обернуться огромными последствиями. Но в некотором смысле это напоминает эффект домино, когда мы просто столкнули одну фишку, и затем вот такая вот лавина эффектов пошла. Ну, собственно, примерно тот же смысл эффекта бабочки приводится вот в некоторых рассказах. Например, в рассказе Брэдбери «Иглянул гром», где гибель бабочки в далеком прошлом изменяет мир в будущем. Также можно увидеть в сказке «Братьев Гримм» «Вошка и Бложка», где ожог главной героини в итоге приводит к всемуженному потопу. Эти картинки я просто взял из Википедии. Мне было интересно, с чем вообще ассоциируется, то есть что вообще поисковик выдает по слову «хаус». Ну, собственно, мне кажется, что картинки, они в той или иной степени отражают данное понятие. То есть это некоторые, в соответствии с этими рисунками, означает, что это некоторая неразбериха, это некоторый беспорядок, предметы разбросаны, беспорядок в голове и так далее. Это хаос в классическом смысле, в том, в каком мы его понимаем. Ну и, собственно, вот здесь дано это классическое определение хаоса, то есть это бесформенная совокупность материи и пространства, беспорядок, отсутствие порядка. Ну и дано более строгое определение в математике, а в математике понимается под этим, а периодическое детерминированное поведение динамической системы крайне чувствительное к начальным условиям. Ну и написано, что причиной появления хаоса является неустойчивость или чувствительность по отношению к начальным условиям и параметрам. То есть малые изменения начального условия со временем приводят к сколь угодно большим изменениям динамики системы. Ну, собственно, вот именно с этим и сталкивался Лоренс в своих экспериментах. То есть он немножко всего лишь изменял эти входные данные и в итоге получал абсолютно другую систему. Здесь представлено стихотворение Самуила Маршака «Гвоздь и подкова». «Не было гвоздя, подкова пропала». «Не было подковы, лошадь захромала». «Лошадь захромала, командир убит». «Конница разбита, армия убежит». «Враг вступает в город, пленник не щадя от того, что в кузнице не было гвоздя». То есть вот такая вот история, цепочка событий. Все это случилось. Захватили город из-за того, что в кузнице не было гвоздя. Здесь представлена еще одна концепция. Это концепция математика Пьер Химон Лапласа, которая также называется «Демон Лапласа». Так вот, в чем заключается эта концепция? Он говорил, что если бы был такой сверхразум, который в каждый определенный момент времени знал бы все силы, приводящие природу в движение и положение всех тел на Земле, и он был бы настолько мощный, чтобы мог обрабатывать всю эту информацию, то есть информацию этой сложной динамической системы. И он говорит, что для такого сверхразума не было бы ничего невозможного. То есть этот сверхразум мог бы предсказать все наперед. И будущее, как и прежнее, лежало бы у него перед глазами. Но под сверхразумом понимается вычислительное устройство некоторое, в которое мы загоняем все условия. Тут ведь речь идет именно о прогнозировании будущего, в том числе прогнозирование развития Вселенной, жизни человека и так далее и тому подобное. Всего. Так вот он говорит, что оказывается, будущее можно предсказать, но для этого у нас просто не хватает вычислительных ресурсов. Но опыт показывает, что какими бы мощными ни были вот эти вычислительные устройства, проблему вот эту неустойчивости к начальным условиям решить не удается. То есть она как была, так и существует, независимо от того, каким там машинам мы прибегаем. Здесь представлены некоторые примеры эффекта бабочки, ну как вот так пафосно написано, которые полностью изменили мир. Ну например, вот некоторый человек, безызвестный по имени Эллиан Гонсалес вызвал войну в Ираке. Ну на самом деле там речь идет о том, что он был причастен к избранию Джорджа Буша в пост президента США, а далее Буш уже поддержал инициативу вторжения в Ирак и так далее и тому подобное. То есть речь идет об этом. Далее вот тоже некоторые события, которые привело к президентству Барака Обамы. Вудро Вильсон проигнорировал письмо, это привело к войне во Вьетнаме. Драка в баре привела к выходу Великобритании из ЕС. Логопед из фильма «Король говорит» создал Fox News. Франц Фердинанд был убит из-за водителя, который не туда свернул. Пресс-секретарь сделал ошибку и обрушил Берлинскую стену. Акт милосердия британского солдата привел к Холокосту. Ну, в общем, речь идет о том, что во время Первой мировой войны, по-моему, если я не ошибаюсь, в 1918 году, когда боевые действия разворачивались во Франции, тогда там, естественно, воевала и Германия. И один британский солдат, когда они уже настигли немцев, он, в общем, обнаружил немца полураненого и уже прицелился, хотел выстрелить, убить его, но в итоге пощадил. Немец ему кивнул в ответ, то есть убежал, спасся. А потом позже, через 20, то ли сколько лет, оказалось, что вот этот раненый немец это был Адольф Гитлер. Ну и представьте, если бы не вот это великодушие британского солдата, то Гитлера бы уже не было в живых. Ну и, соответственно, скорее всего, не было бы Холокоста. Ну, об этом уже как бы можно спорить, сколь угодно. Кстати, сама эта теория, она кажется немножко такой натянутой за уши, но некоторые пишут, что она уже доказана. То есть вот этот британский солдат, он потом оказался на какой-то пропагандистском плакате британском, потом окружение Гитлера увидели его, то есть как-то там даже связались с ним, и какой-то музей он подтвердил, что они получили письмо о том, чтобы выкупить этот плакат и так далее. Ну, и позже говорят, что даже этот плакат обнаружили в квартире, там, в загородном доме Гитлера. Ну, то есть история вроде как она подтверждена. Поэтому относиться к этому можно как угодно, но, тем не менее, в истории есть такие факты. Действительно, что вот незначительные изменения приводят к таким катастрофическим последствиям. Эффект бабочки и теория хаоса в массовой культуре. На самом деле, по данной тематике фильмов гораздо больше. Вы можете сами в интернете, если интересно, посмотреть, но вот это наиболее, наверное, такие известные. «Господин никто» тоже интересный фильм, но он не только про теорию хаоса, он, в принципе, как бы про выбор. То есть про то, как человек совершает выборы, и как этот выбор тоже влияет на него, на его судьбу. Поэтому, в общем, фильмы интересные. Кстати, вот хотел показать некоторый отрывок из фильма «Господин никто». Там есть сцена о том, как знакомятся его родители. Ну, то есть это тоже, как бы, такой своего рода отклик на вот эти начальные условия, что если бы там не было какого-то события, его родители бы не познакомились, он бы не родился на свет и так далее и тому подобное. Так что то, что мы с вами сейчас живем, здесь сидим, это тоже означает, что когда-то там в прошлом произошло какое-то событие, из-за которого впоследствии мы с вами родились. Далее хочется немножко рассказать про теорию хаоса в математике, то есть как математика на это смотрит и на математическое описание хаоса. Значит, есть некоторый физический процесс. То есть все, наверное, слышали, что математика – это язык физики, то есть физика говорит на этом языке. Ну и, собственно, мы математически стараемся описывать некоторые процессы. Так вот, есть физический процесс. Например, на рисунке представлено движение жидкости в какой-то трубе. Сначала нужно поставить задачу. В большинстве случаев, где-то, наверное, 90% случаев, математическая постановка означает некоторую дифференциальную постановку задачи. То есть дифференциальное уравнение, которое нужно решать. Дальше есть несколько путей развития событий. Например, если делом занимается математик-теоретик, то, скорее всего, первое, о чем он подумает – корректна ли данная математическая модель. То есть отражает ли она в полной мере вот этот физический процесс, который мы хотим описать. А это означает, что у этого процесса, то есть, точнее, у этой математической модели должно существовать обязательное решение. Это решение должно быть единственное, потому что решать задачу, когда бесконечно много решений, мы непонятно, что можем получить, но никто этим не занимается. Так вот, математик-теоретик занимается этим. И нужно сказать, что это львиную долю всего времени постановки и решения задачи занимает вот именно так называемые теоремы существования единственности решений. На это уходят годы, и зачастую так и не удается решить эту проблему. Математик-прикладник, он, скорее всего, приступит к вычислительным экспериментам. То есть уже начнет думать над тем, как приближенно решать данную задачу. А в большинстве случаев, наверное, 99% задача не имеет точного решения. Ну и после этого, наконец, мы приступаем к приближенному решению. Вот сразу хочется привести такой пример из жизни, чтобы вы примерно поняли вот этот процесс, то есть постановки задачи, потом приближенные решения и так далее и тому подобное. Ну вот давайте просто представим мужчину или девушку, который хочет выйти замуж, либо мужчина, который хочет жениться. То есть есть некоторая задача, вот нужно выйти замуж. Это исходное уравнение, скажем там, дифференциальное уравнение, интегральное уравнение и так далее. Это решение, эта задача, точнее, оно имеет бесконечно много решений. Ну не бесконечно много, но, по крайней мере, сколько людей на земле, наверное, столько решений имеет. Потому что, в принципе, теоретически сейчас можно выйти замуж за любого, за девушку, за парня и так далее. Но у всех есть некоторые граничные условия. То есть это условия, которым должен удовлетворять мужчина, которым должна удовлетворять женщина и так далее. И эти граничные условия, они сужают круг решения. Но если не сказать, что решение будет единственное, то не так уж и много. Часто встречаешься в годами, девушка одна спрашивает, почему одна? Живешь в городе миллионники, я там одна? Ну вот нет никого, и все. То есть нет человека, который удовлетворяет этим условиям. Ну и, наконец-то, мы доложили некоторые условия. Дальше мы пытаемся как-то уже приближенно решать, то есть находить человека. Решение, естественно, будет приближенным, потому что точного решения, чтобы зарабатывал столько, чтобы занимался таким-то, чтобы внешне выглядел так, такого решения никогда не будет, точного решения. И мы как-то приближенно пытаемся найти человек, который в той или иной степени отвечает этим граничным условиям. Собственно, точно то же самое происходит при постановке и решении вот этих краевых задач. Но просто отличие в том, что здесь мы ищем функцию. Корректность задачи. Что это означает? Вот тут, собственно, представлено три критерия корректности задачи. И, собственно, с чего нужно начинать решение задачи? Это с проверки данных условий. Значит, первое условие – это что решение существует. Потому что если у задачи нет решения, то бесполезно вообще его решать. Второе условие – это единственность решения. И, наконец, третье условие. Оно не так тривиально звучит. Третье условие говорит о том, что решение непрерывно зависит от первоначальных данных. То есть вот третье условие, оно как раз является ключевым в контексте сегодняшней лекции. Потому что вот теория хаоса, эффект бабочки, как раз вот эта вся красивая теория, она возникает из-за нарушения вот этой вот, из-за нарушения третьего свойства. Здесь представлен некоторый тривиальный пример, с которым, в принципе, ну, может, который даже понять школьник. То есть система из двух уравнений, из x и y, вот, и уравнений также два, неизвестных два. Если переписать в более привычном виде, то эта система будет выглядеть, например, вот так. x плюс 3y равно 803. и 2x плюс 6 целых 0,01 у равно, а, извиняюсь, вот здесь вот будет 3, а вот здесь вот будет 5. Ну, вот такая вот система уравнений. x первое уравнение, x плюс 3y равно 3, и второе уравнение, 2x плюс 6 целых 0,01 у равно 5. Вот если решать такую систему, а решить, наверное, могут процентов 90 из вас точно, то решение получится x равно 803, и y равно минус 400. Вот такое решение имеет данная система. Теперь, если мы чуть-чуть хотя бы изменяем данную систему, ну, вот здесь, например, было 2, да, коэффициент, а мы туда ставим 2,01. И вот, скажем, там была шестерка, мы ставим там 6,01. То оказывается, что решение становится x равно минус 265, и y равно 133,333. Ну, вот смотрите, мы матрицу системы изменяем всего там на какие-то сотые, да, была двойка, мы поставили 2,01, была шестерка, поставили 6,01. А решение в итоге очень сильно разнится. Было 800, стало минус 265. Было минус 400, стало 133. То есть вот это яркий пример неустойчивости системы, ну, причем система очень-очень простая, да, система уравнений 2 на 2 всего лишь. А в задачах вычислительной математики на сегодня, да, то есть требуется решать системы, которые имеют размерности миллион, там, десятки миллионов и так далее. Но представьте, если вот такое происходит с простейшей системой 2 на 2, какие эффекты могут возникать в системах с такими размерностями? Ну, а тем не менее, пример очень ярко иллюстрирует вот эту непрерывность от начальных данных. Здесь система представлена чуть-чуть сложнее, то есть это уже система, ну, в полном смысле динамическая система, то есть в том смысле, что у нас есть фазовое пространство, под фазовым пространством это понимается пространство состояния. То есть есть некоторая динамическая система, и вот пространство фазовое, это какие состояния может принимать данная система. И время, ну, то есть что данная система, она изменяется со временем. То есть это простейший математический маятник. Движение данного маятника, оно известно уже давным-давно, где-то с 17 века, наверное, с тех пор, как появилось дифференциальное исчисление со времен Ньютона. Вот, собственно, данное дифференциальное уравнение движения. Здесь θ – это угол, то есть от вот этого состояния равновесия. Угол зависит от времени t. Ну и, собственно, вот все, что нам нужно определить, это просто определить положение угла маятника в произвольный момент времени t. Эта система, она вполне определенная, и в ней не наблюдается никакого хаоса. То есть решение всегда существует, оно единственное, и оно непрерывно зависит от начальных данных. Все хорошо. Это классический пример из школьной физики, механики. Ну а сейчас задачу можно чуть-чуть усложнить. Усложнить тем, что маятник уже будет двойной. То есть вот там есть одна подвеска, да, вот красного цвета, и мы там повесили вот еще одну гирю, и получился такой двойной маятник. Так вот оказывается, что данная система уже является хаотической. То есть вроде бы модель, опять же, абсолютно простая, модель двойного маятника. Вот дифференциальное уравнение, которое описывает движение данного маятника. И тут, кстати, представлены начальные условия. Вот можете посмотреть, например, θ1 – это угол первого маятника, θ2 – это угол второго маятника. Вот вначале они выбраны 0,0, потом 0,01. И вы можете видеть, что движение синей линии, это траектория маятника, оно вначале приблизительно совпадает. То есть они примерно одинаково начинают двигаться, а потом они начинают очень сильно отличаться. Вот это, в принципе, по рисунку все видно. Поэтому вот это такая простейшая динамическая модель. Ну, а теперь самое интересное – это то, с чем ассоциируется, собственно, вся эта теория Хауса, а в математике она ассоциируется с системой уравнений Навье-Стокса, ну или аттрактором Лоренса. Значит, что это такое? Система уравнений Навье-Стокса – это дифференциальное уравнение, которое описывает движение вязкой жидкости в трубе. Вот я до этого показывал эту трубу, там жидкость. Данное дифференциальное уравнение в векторной форме, то есть это не одно уравнение, там их много. В векторной форме вот это уравнение выписано, ну и некоторые граничные условия. Ну и написано, что вот эта модель, она описывает, на самом деле, очень много физических процессов. Конвекция запнутой петли, вращение водяного колеса, модель одномодного лазера. Но в целом можно сказать, что это одна из самых важных формул в гидродинамике. Поэтому в задачах добычи нефти и так далее, то есть везде используется именно эта модель до сих пор. Чем известна эта система? Какое она имеет отношение к теории Хауса, я скажу чуть-чуть позже. Ну а теперь вот чем она прославилась? Она прославилась тем, что решение системы Навье-Стокса является на сегодняшний день одним из нерешенных семи задач проблем тысячелетия. То есть есть сформулировано, в 2000 году, по-моему, в математическом институте Клея в США было сформулировано семь нерешенных математических задач тысячелетия. За решение любой задачи из этих семи математический институт Клея он дает премию в размере 1 миллион долларов. Ну и, естественно, многие математики они пытаются это решить, до сих пор этим активно занимаются. Но одним из таких, кто последний раз заявил, что решил вот эту задачу тысячелетия, это был казахстанский математик вот с таким интересным именем Мухтарбай Атылбаев. Так вот, он заявил, если я не ошибаюсь, в 2014 году, что решил эту задачу тысячелетия. Ну и, собственно, он заявил, что решил вот эту задачу, а дальше уже математики из всего мира, они как бы начинают осмотреть решения, искать ошибки и так далее. К сожалению, в его работе действительно нашли ошибку. Вот это оригинальная статья этого казахстанского математика. Ну и, к сожалению, как я уже сказал, в том же 2014 году математики обнаружили серьезную ошибку в его доказательстве, и он потом эту ошибку сам же признал. А на этом слайде представлен, собственно, сам Григорий Перелман. Он является нашим российским петербургским математиком. Он прославился тем, что тоже решил одну из заданий. Ну, не тоже, а вот как раз таки он единственный, кто решил одну из вот этих проблем тысячелетия. Ну и с ним также связана интересная история о том, почему он не взял вот эту вот премию в размере миллион долларов. То есть по этому событию задачу он решил, если не ошибаюсь, в 2002-2003 году, то есть она была решена в цикле публикаций. в 2010-м году была организована всемирная математическая конференция во Франции именно по вот случаю вручения премии Григорию Перелману. То есть его пригласили на эту конференцию, он отказался, он туда не поехал и отказался, собственно, от этого миллиона долларов. Но по этому поводу опять же существует много легенд, почему он туда не поехал и зачем не взял эти деньги. Но вот он сам прокомментировал это так, что заслуги принадлежат не только ему, он опирался на труды другого американского математика, Гамильтона, и поэтому не будет честно взять эту премию примерно вот так. Ну и теперь вернемся снова к этой системе на Вьестокса. Значит, это то, с чего я начал в самом начале. Вот есть некоторая система дифференциальных уравнений, вот она представлена слева, так сказать, в полной красе, и Лоренц эту систему существенно упростил. Вот тут стрелкой показано, что он из этой системы получил. То есть в исходной системе очень много параметров. Вы можете на слайде видеть, это скорость течения жидкости, температура жидкости, температура верхней границы и так далее и тому подобное. Куча параметров. А он ее упростил до столько, до такой степени, что нужно было определить всего лишь три параметра. Это x, y, z и все. Но эту модель часто называют игрушечной. Естественно, она не может описывать никакой атмосферы, никакой конвекции, ничего. Это просто некоторая упрощенная физическая модель, но тем не менее она является очень яркой в контексте теории хаоса. Так вот, эту систему можно решать численно. Мне кажется, что любой первокурсник Мехмата, ВМК может сам написать программу. Вот здесь представлена программа для решения, например, на языке Вольфрам-математика. Вот, собственно, программа и вот снова решение данной системы, которая со временем очень сильно разнился. А здесь, собственно, представлен сам аттрактор Лоренса. Вот это слева такая фигура, напоминающая бабочку. Значит, это, собственно, представлено само фазовое пространство. То есть, вот в трехмерном пространстве изображены просто вот эти координаты x, y, z, которые изменяются с течением времени. И вот здесь на рисунке справа продемонстрирована как раз вот эта существенная зависимость от начальных условий. Мы взяли две начальные точки, вот синяя точка, например, и желтая точка. это координаты x, y, z некоторый начальный момент времени t0. Но эти координаты чуть-чуть отличаются на тысячную, на миллионную после знака и так далее. И они, значит, начинают свое движение в фазовом пространстве. Через некоторый момент времени оказывается, что вот этот фазовый портрет, который они нарисовали, очень сильно отличался. То есть, на практике это означало, что, например, при тех же начальных данных непонятно было чего ожидать. Например, там обычные нормальные погоды или какой-то катаклизмы через, скажем, 10-20 лет ледникового периода и так далее. То есть, то, что вот эта точка, точки максимально близкие друг к другу, бесконечно близкие, они в какой-то момент времени начинают очень сильно разниться, это означает, что мы не можем прогнозировать погоду ни на две недели вперед, ни на месяц вперед, а тем более на год, 10 лет и так далее и тому подобное. Поэтому эта игрушечная модель, она в полной мере отражает данную тему. Ну и, наконец, такой философский вопрос, хорошо это или плохо. к этому можно относиться как угодно, но с другой стороны можно смотреть на это такой позитивной точки зрения, что для того, чтобы добиться каких-то колоссальных результатов, не нужно прикладывать колоссальное количество энергии к этому, то есть вы можете просто изменить какие-то малейшие данные, а это аукнется такими колоссальными последствиями. Поэтому в 20 веке, во второй половине 20 века начала развиваться тоже такая красивая теория, которая называется теория управляемого хаоса. Ну она используется в политике, в социологии и так далее. Если интересно, можете, например, почитать труды вот этого ученого, Митрошенков Олег Александрович, он является доктором философских наук, и у него есть ряд статей по этому поводу, теория управляемого хаоса, использовать себе во благо, концептуальный смысл теории управляемого хаоса, цивилизационные вызовы, управленческие ответы 21 века и так далее. Поэтому, если интересно, можете посмотреть. Всем спасибо. Спасибо.